Основная тема – зелёные и охотники, котины, телесоиды. Докладчиков у нас несколько, и из-за этого скотина сейчас нам будет оскорбить по рекламе и представить докладку. Зелёных тут есть? Что? Зелёных тут есть? Зелёных мы тут, судя по всему, не видим. Я не зелёная. Зелёная здесь только гостиная, как я понимаю. С какой точки зрения оценивать это слово? Я хочу обратить внимание на то, что сегодня у нас 3 или 4 доклада, если мы будем успевать в то время. Плюс в конце нашего заседания Татьяна Сергеевна Аравильева скажет небольшое завершающее слово. Поэтому я прошу докладчиков придерживаться выделенного регламента. 20 минут максимум. Пожалуйста. И кроме того, мы сегодня немножко изменим привычный ход заседания. Когда после выступления докладчика мы сразу же задаём вопросы. Сегодня я хочу попросить вас записать или запомнить ваши вопросы. И после того, как прозвучат все доклады, задать их. Время у нас до 9-9.15. Поэтому работаем чётко. Стараемся лишние воды не лить. Пожалуйста, начинаем. Первый докладчик у нас Сергей Иванович Меньков. В НИОС Киров. Прошу вас. Ну, для начала, наверное, нужно разобраться, что такое зелёные и кто это такие. Я считаю, что все мы здесь. Зелёные в гораздо большей степени, чем защитники прав животных, с которыми нам приходится, к сожалению, всё чаще и чаще иметь дело. Не надо забывать, что большая часть нашего общества и вообще в мире – это не охотники. Поэтому именно большинство, большая часть общества будет решать судьбу охоты. В частности, быть или не быть весенней охотой. Будем мы бороться с волками и будем защищать их. Какими способами мы будем регулировать численность животных, как диких, так и безнадзорных. И кто будет устанавливать правила содержания домашних животных. Поэтому в наших интересах до того, как ввязываться в жёсткую конфронтацию с противниками или с теми, кого мы считаем противниками, привлечь любые свои общества в качестве союзников, а не провоцировать публичные конфликты. И не отвергать любые идеи, которые могут сработать в пользу продолжениями развития охоты. Тем более такая позиция очень важна в отношениях охотников с умеренными природоохранными институтами. Они, конечно, тоже лишь часть общества, а не всё общество. Большая часть общества нейтральна по отношению к охоте. И наш успех будет зависеть от того, кто привлечёт их, кто перетянет их на свою сторону. Анти-охотники, зоозащитники или истинно зелёная часть общества, в которую входят и охотники, я надеюсь. Пожалуйста. Ну, начнём с такой организации, которая называется Greenpeace. Его почему-то обвиняют во всех бедах охотников. Ну вообще, в любых бедах вообще обвиняют. Да. Greenpeace вообще виноват во всём. В том числе, начиная, например, с запрета капканов, запрета следовых капканов, которые ввели в Россию тоже. Тут даже становится обидно, потому что запрет-то ввели скорее трапперы. И фирма в России, по крайней мере, фирма «Союз Кушнина» вместе с трапперами и с вашим покорным слугой. Заслугу присваивают Greenpeace. Greenpeace к этому никакого отношения не имеет. Это международная экологическая организация одна из крупнейших национальными представительствами, с национальными организациями более чем в 40 странах мира. И в её задачи, в круг её интересов охота входит постольку поскольку только в ряду основных природоохранных проблем глобального изменения климата, климата сокращения площади лесов, рыболовного промысла, петогольного промысла, опасности радиационного загрязнения и так далее. Пожалуйста, следующий. Это полный список тем, которыми занимается Greenpeace в России. Как вы видите, охоты здесь нет. Время от времени, конечно, какие-то отдельные акции проводят под лозунгами Greenpeace. Но, тем не менее, охота не является приоритетным интересом организации Greenpeace. Всемирный фонд природы. Главная задача Всемирного фонда природы сохранение биоразнообразия. Здесь перечислен тоже официально полный круг задач, которые решает Всемирный фонд природы. Как вы видите, никаких антиохотничьих акций здесь тоже нет. Дальше, пожалуйста. Даже в области законодательства. Основная цель – это обеспечение охраны биоразнообразия и встречи органов пользования. Год назад в официальном документе была опубликована позиция МВФ в отношении трофейной охоты. Трофейная охота может приносить существенные экономические отзывы и способствовать как защите видов животных, находящихся под угрозой, так и сохранению биоразнообразия. Канадский офис ВВФ высказал свое мнение относительно охоты. В ВВФ нет движения за благополучие животных. Это не организация «Понимал Вонка». Мы поддерживаем охоту использования диких животных при условии, что эти действия не ставят под угрозу долгосрочное выживание на популяции. Всемирный фонд дикой природы никогда не выступал против устойчивого охота на пюджетных церковь и устойчивой частью экономики. Более того, Всемирный фонд природы также испытывает давление критики со стороны зоозрочительных организаций. На сайте, который дословно переводится как «злой фонд дикой природы», размещены критические материалы, цитаты из документов ВВФ, в частности, вот то, что вы можете видеть на экране. «Торговля пушниной, шкурами и грудинными продуктами, получаемой от животных, не находящихся под угрозой, не является приоритетной темой нашей компании. Это не задача ВВФ. Как и следует ожидать от организации, основанной охотниками, а ВВФ – основанные охотники, ВВФ полагает, что охота должна регулироваться, приводя в качестве аргумента, что богатые трофейные охотники могут приносить доход бедному населению? К сожалению, это работает не повсеместно. В России, как вы знаете, никак не удается наладить вот этот перевод, трафик денег от трофейных охотников через охотпользователей, использование в интересах местного населения, местных сообществ трофейных охотников и охранниками тоже. Ну, это и наша задача, как охотников, и как представителей российских охотничьих организаций. Это плакат, который размещен на сайте, созданном после того, как в позапрошлом году американский охотник, трофейный охотник, отстрелял из лука ручного пристрелого льва. Причем сам охотник был не в курсе, кого он стреляет. Он купил тур за 50 тысяч долларов, его привели, показали вот этот лев, на которого ты можешь охотиться. Он сделал выстрел из лука, льва добрали только на следующий день, он же сам добрал его из лука. Но, тем не менее, история получила огласку, организаторы охоты были наказаны, и в глазах общественного мнения этот американский зубной врач оказался чуть ли не монстром, который готов перестрелять всех домашних животных и не брезгует охотой на домашний льва. Здесь Всемирный фонд природы аббревиатуру заменили на WTF, то есть Всемирный трофейный фонд. и предлагаю на плакате на плакате WTF заменить название на 4-й трофейный фонд. В то же время, как даже на английском сайте WTF есть высказывание о трофейной охоте. О том, что трофейная охота является таким же инструментом охраны природы наряду со всеми остальными, полноценными, и приносит достаточно много денег как в бюджет самой охраны природы, так и для улучшения благосостояния, для улучшения жизни местных сообществ. Международный союз охраны природы. Задача Международного союза охраны природы тоже сохранение целостности природных комплексов и устойчивое использование природных ресурсов в интересах общества. То есть все перечисленные организации, они работают, по крайней мере, номинально по уставу, по задачам в интересах человеческого сообщества. Охрана природы в интересах людей, в интересах человека. Не ради природы самой по себе, она справится без нас, то мы без нее не проживем. Поэтому сохранять природу нужно в наших интересах. и всего общества, и охотников, как части этого общества. Также год назад Международный союз охраны природы издал документ, который был обращением к заглядателям Европейского союза и касался предполагаемых ограничений импорта охотничьих трофеев, что поставило бы под угрозу развитие трофейной охоты по всему миру. Легальная, хорошо регулированная программа трофейной охоты играет важную роль как в обеспечении охраны природы, так и в повышении благосостояния коренного населения. Во многих частях света коренное население и местные общины решили использовать трофейную охоту как часть стратегии сохранения дикой природы и обеспечения дополнительного источника средств существования. Все это касается трофейной охоты одной из наиболее критикуемых зоозащитниками разновидностей охоты. В прошлом году, в 2016 году Greenpeace и ВВФ заявили о том, что они признают охоту на белого медведя в Канаде устойчивым использованием и считают, что фактически реальной угрозой для существования популяции белого медведя является изменение климата. Это в первую очередь таяние многолетних видов. Зоозащитники обвинили Greenpeace и ВВФ в расизме за поддержку охоты на белого медведя. То есть, три крупнейшие природоохранные организации, безусловно, зеленые, также подвергаются нападкам со стороны зоозащитного движения. Влияние зоозащитников, борцов за права животных, в общем, ничтожено. И, я повторюсь, речь идет о том, чью сторону примет нейтральная часть общества. Или они согласятся с тем, что охота – это часть устойчивого природопользования, использования возобновляемого, возобновимого ресурса, безопасная для природы и приносящая доход как в пользу природоохранного движения, охраны природы, так и в пользу населения. И все изменения в законодательстве будут зависеть от того, кто сможет убедить в своей правоте вот эту нейтральную часть общества – охотники или зоозащитники, борцы за права животных, которых, кстати, по общей численности наверняка даже меньше, чем охотников. Их не 3 миллиона в Российской Федерации, не 14-15 миллионов в Соединенных Штатах, ну и так далее. Это, в общем, ничтожная часть общества, активная, шумная, заметная, но не делающая погоды, как в деле охраны природы, так и в законодательном процессе наверняка. Спасибо. Сергей Иванович, тогда, пожалуйста, присядьте, но я бы хотела загласить следующего нашего докладчика, Китера Владимировича Анатольевича. Пожалуйста, я теперь обязана, сейчас я переключу вашу презентацию. У меня вначале была маленькая презентация по поводу самой терминологии. Прошу вас. Здравствуйте. Зеленая. То есть сейчас мы знаем, если открыть или не будет социальную страницу, посвященную охоту, там есть комментарий, что вот зеленая добились, и выречили. Снова зеленая стала... Ну тут сила вам, сила у людей, которые против охоты. Я имею в виду сети, я хочу, то есть любые запреты, наши охотники считают, что они делали зеленым. Поэтому я хотел бы показать им сначала, что означают эти термины. То есть взять википедию, либо источник информации, зеленая – это движение в защиту окружающей среды. Ольга Владимирович, я вас перейдусь кучу. Чуть позднее, в следующем докладе мы подробно рассмотрим терминологии зеленые, охотник, антиохотник. Сейчас просто кратко адресуемся, в этой ситуации. Прошу вас. Также это представители общественных движений и партии ставят вещи с собой задачу охраны добрающей среды. Также зеленый называется «Любая партия, фракция, общественные движения, политик, общественные действия». Их тоже обозначают как зеленые, если не перчеркивать, какие-то отличные требования своей деятельности. Также есть такой теме «позеленение», то есть в какой-то партии сказать, что мы боремся за одну и за убрающую среду, против заберезнения, против истребения, значит, у нас же «позеленение». Слово «слезы» буквально означает какое-то отношение именно к охране ближайшей среды. Следующий вопрос. Охота — это по словарному определению. Я имею в виду только не определение, которое написано в законе об охоте, потому что было предыдуемо непонятно, что за ресурсы, откуда. То есть тем не менее было тяжело открыть словарь, созданный в Академии наук СССР. Это именно поиски, посредления зверя и птиц с целью зобычи и истребления. Видите, в то время слово «истребление» в 1950-е годы, сколько там война только недавно, надо было волка истреблять, то есть были большие проблемы с литерами сельского хозяйства, я бы сказал, было еще слово «вредное животное», слово «истребление» — «вредное животное». Охотники — это лица, занимающиеся охотой. Я хочу сказать, что охотник тоже может, если охотник выступает за защиту лучшей сунды, против грозней, он куся тоже зеленый. Но в массовом сознании это все от зеленых до тех, кто спят вред в охотных запятых. Пожалуйста, всем чисто. А антиохотники — это лица, выступающие против охоты как вообще вида человеческой деятельности. То есть нельзя внести поиски, воздействия животных. Следующий слайд. У нас часто путают зеленых вообще всем с крайне радикальными деятелями, защитниками права животных. Права животных — это идея о равноценности главных потребностей людей и животных. Сторонники поддерживаются разными случаями. Все в целом едино, что животных нельзя рассматривать по частям собственность, исходят для получения пищи, одежды, в индустрии развлечений и лучших экспериментов. То есть мясо есть нельзя, рыба есть нельзя. Вообще все, что движется в крови микробу, это все мы с ними равны абсолютно. Следующий слайд. Такой термин был не то, что разработан, а просто продекларировал. Это ведизм, а не специализм. Это слово специев. Это термин, которым они понимают ущемление интересов или прав животных. У них даже в термине животных у всех очень разное, очень разное с точки зрения от и до. То есть много из них не знают, кто является живым, кто не является живым. Они просто того не знают. Зоорпикалы постоянно на это ссылаются и считают, что людизм это то же самое, что вот расизм, сексизм, национализм, нацизм, это крайняя форма национализма. И вот самые эти ревизм, они постоянно вот, иногда что охота, это, 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 наше деятельность. Нет, когда-то деятельностью было рабство. А вот сейчас людизм, раньше было и женщин там всячески угнетали. А сейчас, тогда все плохо. Вот у них с такими плакатами стоят в Москве, когда приходят на какие-нибудь такие, вот, ведизм, воровой, расизм. Вот они, недолго думая, узники, поздраверей, они считают, что все равно, что вот, и героферма, это примерно то же самое. Следующий плакат. Вот с этим плакатом у них были очень большие проблемы, потому что, когда они использовали в создании своего, сейчас скажем, постера, не постера, я не знаю, как их брест назвать, честно говоря. Вот видите, узник уходит с лагерей, да, и одновременно животных, вы видите, слона презали цепочкой, да, и все такое, короны стоят. В общем, с этим они дорвались, потому что они были очень расстрапованы, на территории Германии это является, мягко говоря, правонарушением увеличившим в чистом времени. Следующий плакат. Ну и вот по этой таблице сюда значимая именно организация, деятельность которой это защита животных и охрана врачей среды. это не защита права животных, не в антибучениях. Гринпис, ВВР, ИФА. То есть тут перечислили, потому что не вылечитая. Пожалуйста, следующий плакат. Так, а вот это именно движение за права животных. Вот Киевский эколого-культурный центр никак не успокоится. Вот я зачитаю одно из последних определений по правоохоту. Не буду помимо называть, скажу просто, что деятели. Если раньше поясом охоты являлись нравственные нормы, любовь к природе, честность, самоотверженность, благородство, а также опорно на опыт, сейчас все заменило коммерция, а также антинаучность службы и проказирство. Охотники представляют собой жестокоседных, завистливых, лживых, лицемерных, малограмотных любопытных, жадных, примитивных, самодовольных, тщеславных, агрессивных, эгоистичных, равнодушных, гаранных. В общем, все, что является сегодня, условно, плохой, это около 20-ти день перечисленных. Вот такие сейчас охотники. Это организация международная с очень серьезным бюджетом, порядка 80-100 миллионов долларов в год. То есть она занимается этим на промышленной основе. убита московская организация, это фактически российское преступство беда. У нас так не поддерживают, но база на них серьезная. Они не спеша не приходят, не ленятся, они приходят на заседания различные, в правительственном том числе, когда о законах говорят. В общем, они уже пользуются опытом поддержки своих коллег зарубежных. Даже если печатать листовки, им надо только вписать и перевести листовку на русский язык и развивать. Это буквально серьезная организация, когда люди ходят на работу. Приходят утром, выходят вечером и работают за менями, как в том числе наградить верхушниками и животоронами и другому. Путическое вегетарианство или веганство это движение, которое привяжется крайнего вида вегетарианского питания, то есть никаких самым основным это молодежь, молодежь, которые придут, по молодости и человек не едят, не едят, потом заслеят, они не исправляются, но вот эта сама идея, что животные и человек равны, это среди этой публики очень хорошо развита и жива. Была такая организация альф 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 это движение которое практикует прямые действия так называемые по совладению животных то есть оно разрушает лаборатории фермы зоопарки вывески охотчик выставок витрины разбивают режут шуток приходят допустим в магазин в колонии в бритвах режут шубы если я я сам это абсолютно это партизанство из них души такие партизаны которые горятся против нашего всего анархо веган это те же веганы но это больше они легко друг друга переходят то есть то вегетарианцы просто то пошел записался мысленно тусовку по освобождению животных анарха вегана это люди у которых еще что-то похоже на национально-союзную борьбу то есть анархизм они всячески отрицают то что государство может быть насилием мы и хиппи и веган хиппи мы знаем такое движение было в 60-е годы но еще остатки остались и они в том числе так как частью защитника права живота например они говорят что нет буржуазная роскошь и тоже сколько-то это поддерживает хотя хиппи настоящее они никого не поддерживают кроме себя считаю что человек если покупает и и за фильм заработал 20 миллионов долларов купил дорогую машину за 2 миллиона долларов раньше себе построил борец а я мясо не ем и вообще девушек которые носят шутку я не очень это уважаю потому что это какая торжество вот это хорошо то что в другой месте колоссальные наносят если не вред то огромное потребляют ресурсы по своей жизни это не замечательно то что человек скажет я пинограмма мяса не съел следующий вот это в Москве такие повторялся подобрать наиболее характерным представителем общественного то есть даже поедино видно что такие бутырин художники ходят по Москве по одной тусовке по другой animal liberation видите это освобождение животных бегут бегут арене перевернутые машины животные пытаются победить цивилизацию следующий вопрос за охоту по зимней дырпе прикладом по башке такие лозунги до свидания всю эту доброту что вы понимаете следующий это во время конгресса 2005 на фоне вот в россии выступали пришло 50 человек были самые раски и пытаясь вот это животное выдержать женский текст лецитизм мы знаем что это а это охотник который может следующий сказать там было тетрадиционное представление вот ввх в поддержке чиновников перед выдает лицензию и стреляет в дмитрия ну я там на выставке ходил в дмитрии почему основная группа церневая это молодежь студенческого возраста московская они обычно живут вы хотя бы попробуйте такую же акцию выразиться покажите нам как жить то нам вы приехите в райц там люди тусов огород посадите горох посадите сою нет это не только Москва Питер потом ну может быть Берем не 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 в райцентре не в юг это вот питерский как раз после принятия закона об охоте по охоте ну втрань как-то у них движение было больше людей и в целом у них была какая-то координация потому что в Москве и в Питере от Марина посадили в Киеве следующий вопрос ну это вот девочки тоже я говорю что о женственном специализме это группа которая такая молодежь в Москве ну в Питере это участок которая ну такой полупорнографические ролики они снимают экшен инсталляции это 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 был символ капкана следующий вопрос это в Москве уже во время выставки охотничья ну честно я похожа на такую плохую имитацию запах в Москве хорошо воно доставают и катаются а у нас как-то ну это приносит по стелике вещь ну это тоже они собирают какие-то тушки на звероферме покажут что вот так мы все в краю это это да имеет вот такую штаб-квартиру США денег денег есть очень много это на уровне бизнеса любая идея если сначала держится на руке это радикал ну что такое а потом кто-то умеет из-за всех кого там война кому-то мать она где-то здесь делать что-то такое серьезное ну я еще прочитаю докладку еще раз подробно что вот само это слово зеленое бензин у нас в Кире вроде такой город в котором так больше на лице честно говоря похож по размеру то есть я подхожу там Чебуречное да а я это все расписал там гриль еще такими красными мясо это убийство такое я подошел кто это класс кто это он так сеструительно поручился потому что не понимаете конечно же гриль писан прямо гриль писан да как их видели прямо написано гриль писан чуть-чуть и не горечки показали расписали хирина на это самое у нас полосерого дома местная лавка то же самое я зашел спросил кто таких гриль писан цезиненок то есть гриль писан цезиненок то есть слова гриль писан цезиненок а что это провожило что это провожило не знаю гриль пизан и в общем против охотников наши оппоненты то есть эти охотники выдвигают обвинение которое можно условно достигнуть на две группы первое это именно охота не считает доверяется причиной карастрофического сокращения исчезновения животных численности они считают что охотники это враги приода и истребители животных это как они говорят видовой террор и эко-геноцид такой термин сейчас есть эко-геноцид и гиз и один из другого состоит не считают они что настоящие друзья природы это именно радикальные защиты прав животных животное равно человек в глазах обывателя в первую очередь пиротского жителя только охота непосредственно направлена на использование животных и птиц макобитающих в современном обществе призывы охранить защищать природу традиционно находят подвиги распашки зиме предприятия предприятия химический комбинат химический комбинат допустим комбинат который делает искусственный мир зеленый мир а у меня какая-нибудь авария пошли химикарства какое количество гибных животных не считал бояр для того что среди ангиокопников и разного рода борцов за право животных очень много гуманитарев и практически совсем гриологов то есть я вот честно говоря вообще не колебания численности из-за эпизаоти природных цифров разного вырубки лесов это для большинства людей люди просто не понимают о чем есть потому что многим результатам легче куда исчезла белка в лесу и охотники перебили потому что вы перевели лес дачными поселками разбили эти пути эмиграции это не художник не знает а именно охотники и рыболовы профессионалы и спортсменные любители заинтересованы в обильных животных в шаговой доступности это богатое угодье а за горизонтом какому нахуйнику хочется понятия это бескрайняя бескрайняя метроутоциализация в едином угодье где мы считаем что где-то есть невиданное зрение бескрайняя невольная просторы старые отношения зонозащитников в дикой природе способны разделить большинство охотников и по сути удивительно на самом деле дикой природы это шедевр а шедевр как известно не имеет цены дикой природы всегда производит впечатление у человека самородного сущее изначально для того как кажется сверхъестественным священным если если дикой природы является священной то ее уничтожение является формой греха в общем я когда читал именно радикальных защитников то кто-то понимает колыбий честно говоря если слово природы завидно слово охота вы простудите священное конечно совершенно не мое честно говоря смысле не теряется охотники на самом деле они даже проживут те межу теми идеи американского трансцендентализма они постепенно стоят в чем того не выделяем родоохранником человек ослабится как представитель космического начала а природа является носителем неисчерпаемой духовной силы есть такой трансценденталист был у меня Генри Торр он как был так в церковной стиле охранник откровения и я вот он писал жизнь без суд я ощущал не не ощущаю как божество людей стимени высшими как называют духовной жизнью на первом мечту об интегрировании быть может рыболовству и охоте я обязан с ранней юности моим близким знакомствам с охоту его хотели считать первым антиохотником он все-таки считал что она практически нету ничего что могло бы заменить для развития когда мои друзья с тревогой спрашивают меня разрешать ли снаем охоту я отвечаю вспоминая какую важную роль она сыграла в моем собственном воспитании да делайте из них охотника сначала хотя бы ради спорта а потом пусть они будут могучими охотниками пусть они будут ловцами человеческих людей в жизни отдельного человека как и человечества бывают времена когда охотники это лучшие люди ну и как я уже говорил что если буквально еще раз повторюсь если в рассуждении про то что природа это не нечто священное то что знают только избранное если попытаться заменить слово природа слово охота то смысл текстов не теряется любой охотник там пишется хотя этот человек который это писал про природу сказал я зеленый его мудрый зеленый но оказалось что в принципе я бы не сказал что какая-то большая разница любое социальное явление деятельность какой-либо сфере имеет разные оттенки есть умеренные деятели и максималисты интересно что зоозащитники занимающиеся охотой известны охотники которые бы ясно критиковали зоозащитников и призывали требовали бы заглядить зоозащитную деятельность как явление практически отсутствует то есть я никогда не стыкал что мы говорили что давайте закрываем и берем писем я не стыкал от самых ограничим охоту потому что сейчас в охоте слишком много совершенно милых людей которые понять не имели если не купили этом скажем сайбу взяли взяли в госбилет и стреляют по хуликам перевозчики на русские такие люди знают вероятно у охотников и радикальных зоозащитников где-то разошлись пути это напоминает конфликты между растянщиками и корчевщиками в романе «Гарис на неупределенной планеты» есть такой роман очень хороший 60-х годов на одной планете почему-то возникла вражда между горожанами и ферми никто не понимал чем эта вражда подкажется они искали какие-то внешние причины а потом выяснили что причина подкажется вот и мы считаем что рисок не может это неверно еще два основных обвинения против охоты выдвигают наши оппоненты промысловую охоту для коренных молодых народов они еще могут как-то обрадовать и сорноситься но главная цель любого охоты конечно это именно убийство получение удовольствия от охоты тихотенько видит элементы какого-то психического неиздорожья ну это видите такой примитивный гемогический прием если становиться с одного оттого слова это уже считает себя что психоаналитик психоанализ проводит человека в сущности охота представляет собой наиболее простой способ получения животной пищи свойственной не только человеку но и всем остальным же существам чьи организмы физиологически приспособлены к усвоению такого рода пищи хорошо известно что охотиться умеют практически все приматы инститивное побуждение к занятию охотой умеет у всех людей но не всех они активированы у тех кто регулярно занимается охотой охотящий стиль адаптируется к условиям среды и развивается у подавляющего большинства людей они не востребуются со временем и практически атрофируются все спасибо спасибо Владимир Владимирович если будут какие-то вопросы меня будет по нам на плачу и будем задать и третий наш на плач пожалуйста не находите Александр Викторович Пушкин Велуха Уважаемые собравшиеся тема доклада называется разработки определения понятия антиохотник ну и сразу давайте перейдем ко второму слайду слайды все пронумерованы вы можете делать все пометочки если что к чему вернуться и по каким моментам задать вопросы но сразу обозначу то что у нас имеется ряд вот можно сказать конгломерат таких пульсирующих плавающих понятий которые в общественном сознании не имеют четких границ и чтобы хоть как-то с этими вещами работать нужно вести речь о формализации этих понятий то есть нам нужно определить некий круг субъектов этих общественных отношений каким-то образом его очертить под всем понятием пройтись представляется довольно затруднительным в столь кратком докладе поэтому я ограничусь понятием антиохотник представлю вам некоторые наработки но в ближайшее время все это будет опубликовано в виде отдельной статьи я думаю наш уважаемый ученый секретарь всем собравшимся сможет это разослать именно уже в опубликованном виде потому что представить этот материал ну наверное не хватило бы там полутора часов чтобы весь этот текст пробежать вот ну и надо отметить что слава богу наверное что у нас в обществе имеется такой терроризм мнений много высказывается разных позиций и все они имеют такую субъективную окраску то есть многие люди воспринимают это абсолютно по-разному это хорошо но нужно приводить все это к некоему так сказать знаменателю вот дальше я тогда пойду по тексту чтобы это все было короче итак в целом деятельность по защите прав и законных интересов граждан в нашем случае граждан-находников мы считаем одной из важных задач необходимой предпосылкой формирования демократического правового государства провозглашенного как известно статьями 1 и 7 Конституции России в связи с тем что на постсоветском пространстве наблюдается повышение активности особенно и в том числе интернет-активности организаций и отдельных граждан занимающихся антиохотничьей пропагандой являетесь в случаях объявляющих своей целью установление полного или частичного запрета охоты или ограничения существующих форм охотничьего использования георесурсов как отдельная самостоятельная задача нами рассматривается противодействие антиохотникам так мы уже перешли на слайд третий давайте пока останемся на втором ну тут еще можно в кавычках всех поздравить с тем что в Казахстане у нас весеннюю охоту все-таки закрыли то есть этот момент мы как-то немножко мягко говоря не доглядели широкое обсуждение охотничьей темы отзывы на статьи и комментарии к ним изучение статей высказывания в сети интернет и так далее выявила что как в житейственном приходе так и в научных и публицистических статьях прослеживается отсутствие единообразия в понимании и применении таких выражений как антиохотники противники охоты феномен анти зеленые темно-зеленые зоорадикалы и тому подобное ну так же встречаются различные пожалуй уже широко применяемые выражения такие как гуманьяки голухи зоошезанутые и так далее ну что абсолютно не вносить полную путаницу я уж не буду говорить про всяческих там энвайронменталистов там и прочих деятелей вот там есть еще чего добавить экологисты и прочие алармисты при этом очевидно что данные понятия не идентичны и многие здесь несут различную смысловую нагрузку в то же время некоторые из них вероятно можно воспринимать как синоним с той или иной степенью допущения тут еще оговорюсь что процесс формализации понятий у нас он ведется в классическом варианте отсеивания чего-то лишнего нахождением какой-то опорной точки и развитием дальше с нее то есть мы шли по пути широкого рассмотрения сужения опоры и дополнения то есть ну один из вариантов процесса формализации понятий выполненная разработка определения понятия антиохотник имеет довольно большой объем а в принципе я об этом уже сказал то что если что как только так можно будет все это разослать для более подробного ознакомления итак цель работы выдвинуть предложение по формулировке определения понятия антиохотник мы будем придерживаться мысли о том что в отличие от зоорадикалов которые как мы считаем приносят вред или потенциально вредны для всего комплекса природопользования в том числе для охотничьего и рыбного хозяйства ветеринарии животноводства и прочего антиохотники но опять с известной степенью допущения условно вредны только для охотничьего хозяйства охоты и охотников то есть мы делаем такую рабочую гипотезу и допущение значит ну впадать философские размышления о формировании ими каких-то альтернативных картин мира разрушение традиционных ценностей упразднение границ между человеком и животным и прочего в данной работе мы не будем чтобы от чего-то отопнуться мы вначале приняли выражение антиохотник и противник охоты за синонимом и для отображения всех возможных вариантов понятия антиохотник использовали ряд различных признаков по которым мы можем сказать о человеке что он антиохотник или не является таковым признаки эти следующие три пожалуйста то есть мы тут взглянули широко первым мы выделили признак мотивации тут может быть несколько вариантов первое это когда человек по своим убеждениям против охоты в целом или отдельных ее так скажем элементов при этом надо отметить что против тех или иных видов или способов охоты могут быть и сами охотники второй вариант когда человек не имеет внутренних убеждений против охоты или отдельных ее элементов но это и случай когда человек сам охотник третий вариант мы посмотрели по признаку публичности и непубличности высказанных то есть первое это будет когда люди публично выступают против охоты в целом и второе это люди не выступают публично против охоты условно говоря если у них есть неприязнь к охоте то она не распространяется чем за пределы круга семьи родственников близких друзей знакомых домочадцев или вообще держится в себе значит третий критерий это стремление вводить ограничение охоты или препятствовать ее законному осуществлению тут тоже может быть как минимум три варианта я их вкратце обозначу первая позиция это когда ограничения или запреты вводятся или есть стремление их вести без внутренней мотивации заботы об охотниках или охотничьем хозяйстве убедительный мотив здесь это неприязнь к охоте охотникам стремление снизить охотничью активность населения второй вариант по третьему пункту это ограничения или запреты вводятся или есть стремление их вести с внутренней мотивацией как раз таки наоборот заботы в охотниках и охотничьем хозяйстве. Как пример, это разработка охотоведами, стратегии управления популяциями, в которых предусмотрено сокращение общего срока ну, например, осенне-зимней охоты на лоси. То есть тут это делается, как говорится, с целью того, чтобы было хорошо к лосям и охотникам. Ну, и третий момент в третьем пункте это будет, когда люди или в том числе группы лиц физически. Именно физически препятствуют осуществлению законной охоты по разным мотивам. Четвертая, значит, позиция это у нас идет дискриминация и дискредитация. Тут мы ее тоже разбили на два момента. Первый момент это умышленная дискриминация или дискредитация, в том числе и стигматизация, как вариант навешивания ярлыков охотников и охоты, основанные на неприязни к охоте, как явлением. в обществе и неприязнь к охотникам. Второе, это неумышленная или частично неумышленная дискредитация охотниками самих себя. Иногда может иметь стигматизация. Например, распространение в охотничьей среде самими же охотниками различных некоторых выражений. Ну, все знают, когда бывает возле кастрата произносятся фразы типа того, что ну какая же это охота, охота это мне охота и ей охота. А другое это не охота. Вот, в данном случае происходит самонавешивание ярлыков, которые умело могут использоваться противниками охоты, выпивных публикаций и прочих выступлений. Вот, сюда же мы можем отнести и в правонарушение в сфере охоты, если широко будем подходить вплоть до так называемых бумажных нарушений, то есть и предположить, что за счет этого охотники сами себя дискредитируют. Вот, в общем, поначалу мы пошли таким путем, у нас получилось если это расширять порядка 14 вариантов, причем перечень незакрытый и стало понятно, что нужно как-то все это сужать, чтобы избежать этой расходичности. Так, значит, слайд 4, пожалуйста. Еще раз напомню, что формализация это отсеивание всего лишнего, но сначала нужно куда-то лишнее обнаружить. Вот новый виток наших рассуждений. То есть мы разделили понятие антиохотник и противник охоты, исключили из рассмотрения все случаи неумышленной дискредитации и случаи, когда есть неприязнь к охоте, как таковой их отсутствует и ввели ряд критериев. Сразу скажу, что кто такие противники охоты в нашем рассмотрении. То есть под ними мы будем понимать людей, которые, по-простому говоря, не приемлют охоту как явление или отдельные ее виды, способы и прочее, но не афишируют это. Это всего лишь отличное мнение, которое они никому не навязывают и никому ни к чему не призывают, не агитируют и не пропагандируют. Антиохотников же мы стали рассматривать как неких таких активных ребят, то есть именно ведущих антиохотничью деятельность. Кроме того, префикс греческого происхождения анти, он переводится на русский язык как против, противоположность и, кроме того, подразумевает под собой некое активное начало. Итак, мы определили, что антиохотники это лица, осуществляющие антиохотничью деятельность. Вот поначалу просто так. Причем как физические, так и юридические. Далее стало нужно определиться с понятием антиохотничьей деятельности. Для разработки такого определения мы сочли, что оно должно отвечать как минимум следующими требованиями. Слайд 5, пожалуйста. Значит, как уже выше было сказано, мы взяли как фундамент то, что антиохота это деятельность вредная, вредящая в узком смысле слова только охотникам, охотничьему хозяйству, чтобы не расплываться, не уходить в зоорадикалны. Значит, понятность, определение должно быть понятным широкому кругу лиц, определенность, определение должно исключать возможность двоякого толкования, противоправность, к ней мы вернемся, и ограниченность, то есть действует на определенные кругу лица явления. Значит, по противоправности я сделаю небольшое отступление. Дело в том, что то, чего мы будем касаться в нашем правовом российском поле, да и вообще, вещь довольно тонкая. То есть, с одной стороны, мы не должны где-то задушить и задавить демократию, но с другой стороны, должны использовать возможные правовые механизмы. Ну, как пример, можно вспомнить, что вот такое понятие, как нематериальные убытки, оно впервые к нам пришло в 2003 году через Конституционный суд, который опирался на решение Европейского суда по правам человека по делу Камергенцоль против Португалии. И оттуда к нам перекочевали эти понятия. Но в то же время европейская практика и наша практика говорит о том, что необходимо при каждом рассмотрении таких дел соблюдать баланс между, значит, правом на свободу слова и между причинением тех или иных нематериальных убытков, нематериального вреда как физическим лицам, так и юридическим лицам. То есть, вот различным субъектам правоотношений. Итак, значит, из всего это довольно большого тоже количества возможных противоправностей антиохотничьих в определении мы опёрлись на два из возможных. Пожалуйста, слайд 6. мы взяли два таких, скажем, правовых элемента института, нашу конституцию и некоторые дела европейского суда по правам человека. Значит, возьмём сначала ЕСПЧ, почему мы на него обратили внимание. здесь идёт речь о противоправном именно физическом противодействии осуществлению законной охоты. Хороший пример это решение европейского суда по правам человека 1998 года по делу Стил и другие против объединённого королевства. В общем, там речь шла в принципе о чём? Во время проведения традиционной охоты на лисиц некие зоозащитники они физически препятствовали осуществлению такой охоты. Охотники в итоге вынуждены были обратиться в полицию. Ну и, как говорится, пошло-поехало, дело дошло до ЕСПЧ. ЕСПЧ в своём решении подчеркнул, что охота это именно законная противоправная деятельность, которой нельзя мешать физически. Но можно высказываться о ней в рамках права на свободу слова, не переходя опять-таки из местных границ. В то же время почему важно это решение? Тем, что они дополнительно сделали некоторые разграничения по понятиям права выражения мнения, права на свободу слова и права осуществления каких-либо действий. Так, понял. Значит, переходим сразу к конституции. Значит, в конституции есть у нас часть вторая статьи 19, которая говорит о дискриминации. То есть, опираясь на данную статью, не говоря уже о ряде положений Кодекса об административных правонарушениях и, соответственно, уголовного нашего законодательства, можно исходить из того, что такими действиями, то есть антиохотничьим и противопратными, можно признавать деятельность, направленную на дискриминацию охотников как социальной группы, выделяемой по такому признаку, как рот занятий. Таким образом, опираясь на правовые аспекты, мы оттолкнулись от такого понятия, что антиохотничья деятельность это противоправная деятельность, направленная на дискриминацию охотников как социальной группы, или направленная на умышленное противодействие осуществлению законной охоты. А антиохотники это лица, значит, осуществляющие антиохотничью деятельность. Но при дальнейшем рассмотрении стало понятно, что мы даем определение не исключительно в правовой сфере, у нас есть еще ряд моментов, которые мы должны включить в это определение, которые могут быть как противоправны, так и вполне правомерны. В итоге мы ушли от ограниченности действия определения только в отношении правонарушений. Несколько увеличили можно сразу восьмой слайд, пожалуйста. тут как бы структура формализации обозначена, но если видно, то видно, сейчас я немножко поясню, то есть вот сначала мы взяли вот этот участок и дальше начали добавлять по ступеньям. Сейчас расскажу, что мы добавили. То есть увеличили охват этой деятельности потихонечку и расширили сферу действия определения за пределы его отношения только к охоте как к явлению. То есть мы там добавили отдельные элементы. Тут все-таки остановлюсь чуточку поподробнее. три минуты мне как раз и нужны. То есть первоначальному определению мы начали добавлять признаки агитации и пропаганды, формирование целенаправленной и умышленной естественно, формирование отрицательного образа охотника в обществе и плюс расширили это действие то есть стали рассматривать антиохотничью деятельность не только в отношении охоты как явления в целом в человеческом обществе но и по отношению к различным ее видам и способам. Таким образом у нас определение антиохотничьей деятельности получилось следующее. То есть антиохотничья деятельность это публичные выступления заявления за исключением научных работ агитация и пропаганда против охоты как явления или отдельных законных ее видов способов и методов а также разрешенных орудий умышленное формирование в общественном сознании отрицательного образа охотника а также деятельность направленная на дискриминацию охотников как социальной группы или направленная на умышленное противодействие осуществлению законной охоты плюс в этом определении по нашему мнению в том что тот кто не приемлет охоту как явление или отдельные ее законные виды но не делает по этому поводу публичные заявления и выступления не занимается антиохотничьей агитацией и пропагандой умышленным формированием отрицательного образа охотника в обществе а также физическом противодействии осуществлению законной охоты не подпадает под это определение таких людей можно относить лишь к противникам охоты но это так сказать дело их личного отношения к охоте и не более того но вот таким образом я вкратце попытался изложить эти наработки но конечно же в опубликованном виде с ними можно будет поработать более более конкретно спасибо за внимание я еще на несколько минут займу ваше внимание моя коротенькая совсем презентация которая завершила логически круг представленных здесь рассуждений Георгий вы переключаете я надеюсь это будет мнение дело в том что в противостоянии антиохотников и охотников существует ряд сложностей которые мы обязательно должны учитывать если мы хотим в дальнейшем что-то с этой темой делать и первая сложность состоит в том что охотников как таковых легко обвинить в защите собственных так называемых шкурмических интересов и желание просто убивать ради забавы а вот пример что мы можем увидеть в этой охотничьей пропаганде не называемых не называя автора кто хочет кто-то найдет ведение охотничьего хозяйства уродуют природу утверждают они ибо всякое хозяйство есть уродование природы представляете вы извращенный аргумент охотники уничтожают хищников своих конкурентов согрязняют воду интересно чьё и почву свинцовой дробью держат диких животных в постоянном стрессе отстреливая самых красивых сильных животных охотники являются виновниками селекции наоборот любой человек который хоть немного разбирается в охоте понимает насколько ничтожны эти аргументы но на мозг человека который не причастен к теме на мозг обывателя они действуют очень хорошо я в дальнейшем продемонстрировала ещё несколько примеров такого целенаправленного воздействия мало того что в пропагандистских утверждениях такого толка задерживаются а что нелепые утверждения в них ещё и полно различных грамматических ошибок вместо полувозрастной структуры мы видим полувозрастную структуру то есть люди не знают о чём они говорят выдавая это за наук пожалуйста следующий год сложность номер два охотникам сложно красиво продемонстрировать обывателям своё положительное влияние на природу никто не видит вклада прямого вклада охотников в природу охранных людей СМИ рассказывают об этом недостаточно или не рассказывают вообще я говорила у нас очень мало площадок это зал где мы сейчас находимся одна из немногих где мы можем контактировать с неохотничьей общественностью обыватели не видят дичи разведения не замечают подкормки охотничьих животных которые зачастую помогают нам выжить они не представляют в роли регулирования численности хищников дегерметизация охотничьих животных можно называть еще множество факторов которые мы делаем для того чтобы сохранять нашу природу природоохранникам и зоорадикалам достаточно просто красивых понятных ясных акций любого уровня от акций посади дерево сделай скворечник и реализации всевозможной рекламной продукции купи кружку спаси мишку до самых жестких тех которые уже были здесь сегодня продемонстрированы предыдущими докладчиками пожалуйста следующий кадр вот я представила здесь найденные мной в интернете изображения разного уровня акций от вполне безобидных интернет-конкурс кормушек реализация Altai Nature рекламных в суммах с манулами по по-моему по 12 евро или долларов и такие кровавые демонстрационные загримированные акции виды все что угодно в их руках в следующем году вот замечательная инструкция что можно может поделать с охотниками каждый любого вот сегодня девушка пошла купила помаду в магазин еще что-то поделала а завтра она может поменять участие в акции что сделать каждый может сделать против спортивной охоты акции протесты пикеты блокады против открытия охоты охотничьих выставок и так далее мы все это видели здесь оденутся откровенные призывы к вандализму граффити на охотничьих магазинах дальше мило мило тихо проведение конкурсов детских рисунков против охоты публикации антиохотничьих статей в СМИ да к сожалению в общие обывательские СМИ нас приглашают не охотникам создание антиохотничьих сайтов интернете выпуск антиохотничьей литературы саботаж охоты распугивания охотничьих животных перед охотой мне интересно как товарищ предлагает это делать но тем не менее имеет место экотаж против охоты уничтожение охотничьих выставок опять вандализм порча чужого имущества это уже наказуемое преступление это открытый призыв к вандализму как вступление в организации борющейся со спортивной охотой и создание таких организаций заклеивание с помощью суперклея и подобных плюет замков в охотничьих магазинах тоже вандализм о котором я говорила но самое смешное разбрасывать в местах охоты человеческие волосы их можно бесплатно достать в парикмахерской чтобы животные лучью запах человека уходили из мест отстрела чудо следующий парикмахер пожалуйста никто не задумывается о том что если не будет охотников а это важный экономический фактор мы регулируем численность хищников медведей волков лис почему важный экономический фактор потому что если это не будут делать охотники на это придется брать деньги из госбюджета человечество как вид к сожалению в изменившемся мире вынуждено бороться за то чтобы занимаемые ниши оставались свободны мы не заинтересованы в том чтобы пополой у нас белые лисы мы не заинтересованы в том чтобы мирно существовать с крысами мы вынудились не бороться сейчас они застреливают охотники пожалуйста в эти выходные вот такая вот лиса автор здесь представлен пожалуйста число отстреливают больного хищника никто этого не видит это остается незамеченным обыватели замечают охотников тогда когда лиса делает подкоп и влезает не в курьере тогда они идут в деревню где у меня дача ко мне и говорят отстреляй и несу тогда охотник становится нужен когда его курс ели а заранее конечно не влезает следующий еще одна сложность которая заложена к сожалению в самой сущности охоты охотники не заинтересованы увеличение числа охотников у нас нет целевой программы по увеличению охотничьи активисты населения и нет не стоит задачи сформировать класс потребителей например в Америку там имеется огромное количество разных программ начиная от программ увлечения женщин в сферу охоты по звуку быстрее ужин для своей семьи заканчивая популяризацией охоты среди детей например недалеко как вчера утром я смотрела передачу как это сделано по дескавери там показывали как делают манхи для утром и применение этих манхи показали на семье папа с тремя дочками сидит в скрапке дудит в этот манхи он дает им оружие они стреляют один из южных штатов Америки замечательно и в конце они говорят а вот теперь из этих уток мы сделаем дома барбекю у нас сегодня будет замечательный оружие здесь у нас к сожалению этого нет у нас отсутствует господдержка но присутствует конкуренция за лучшие возможности охоты я думаю все понятно в пику одно из основных направлений деятельности природоохранных и зоорадикальных организаций это привлечение новых членов и пропаганда своих идей и движений следующий стать охранником птиц защитником птиц очень просто то есть семейный союза охраны птиц России всего лишь 300 рублей эта мелочь позволит любому обывателю почувствовать себя нужным и важным усилий на копейку чувство собственной гордости на миллион пожалуйста все расписано очень легко ну их же кстати принадлежит конкурс кормушек все поставили на широкую луну и дальше объект действия охотников это охотничьи животные или ресурсы как бы сейчас вы вынуждены говорить данный ресурс хоть и возобновим но ограниченно подвержен истощению не только в результате ошибочной выбранной стратегии использования но это влияние неблагоприятных природных антропогенных факторов а общественное мнение в любом случае обвинит охотников все мы прекрасно знаем как действуют весенние дожди и весеннее похолодание обвиняем в первые дни в первые дни жизни достаточно 2-3 дня холода и дождя чтобы птицы погибли а обвинят охотников достаточно неблагоприятной погоды зимой нас ожилить погибли взрослые птицы кряпчики тетерева что же с ними случилось обывателю с удовольствием скажут сми их выбили охотники и он поверит потому что он не знает о том сколько почек березы нужно съедать тому же ляпчику в день чтобы поддерживать свою жизнедеятельность и эту информацию не будет он будет верить тому что ему скажут участники природоохранного движения и зоорадикального движения напротив ничем не рискуют даже безответственная и безосновательная критика может быть хоть бы за успешные действия снижающими опять же из антиохоничей программы пропаганды маленькая цитата ни браконьерских охот сейчас почти не бывает все дело только в степени браконьерства однако нужно не забывать что даже любая охота ведущаяся по правилам все равно наносит ущад экосистему видом животных с этим все поэтому я не вижу особого различия между браконьерами и законопослушными охотниками направление движения понятно дальше четвертая сложность охота требует обучения вложения средств сил временем все мы прекрасно знаем сколько стоит снаряжение мы все прекрасно знаем что для того чтобы стать охотником настоящим охотником нельзя просто приехать в лес пару раз выстрелять по бутылкам и пойти добывать и набить свою целую красоту не буду даже говорить о себестоимости содержания охотничьей собаки о том что нужно вложить в охотничью собаку для того чтобы она стала настоящим другом и помощником все это требует того чтобы жить охотой а чтобы природоохранным организациям легче привыкать новым членам они не связаны с законодательными ограничениями по оружию в частности ограничениями по возрасту они могут писать любую безграмотную но привлекательную для обладных чувств они могут работать с детьми у них нет они не подпадают под цензуру пожалуйста все что угодно огромная аудитория их принимают с удовольствием потому что они же так и хорошие они из лучших спасают чтобы стать защитником природы не нужно тратить как я уже показала большую сумму денег а кстати можно и не тратить их вообще что очень привлекательно согласитесь вот один крик и ты уже сделал доброе дело ты спас зверушку усилий на копейку а гордости на миллион пожалуйста следующий слайд вот например последняя петиция демократов.ру запретить весенне-летнюю охоту обратите внимание на термин я специально сделала скриншот это не мое изобретение 1114 голосов за 88 против следующий кадр пожалуйста я зачитаю вам кусочки из этой петиции уже не первый год и бла-бла-бла-бла-бла натуралисты говорят о значительном сокращении популяции водоплавающих птиц и других пернатых а также олеги и косуль и прочих животных замечательно главная причина охоты их тезис оставляет а ведь весна и лето как раз то время когда у всех видов период создания семьи прошу обратить внимание на этот текст с точки зрения психолингвистики а сколько оставлено без родителей крошечных птенцов и детенышей сколько обрехи, которые обречены ноги сколько оборвано красивых брачных танцев песен, ради чего мало того, что животного птица подчеркиваю в результате интенсивной хозяйственной деятельности человека осталось не так уж много места их ради забавы лишают даже возможности жить охота перестала быть необходимостью для выживания человека просто развлечение кровавая забава безжалостное развлечение снова птицам и животным и опять же весенне-летний период птицам и животным жизни абсолютно безграмотный текст но он и работает следующий корр экологическое воспитание в России о чем я уже начинала говорить полностью оторвано от охоты и основано зачастую на экологической лжи я даже не буду останавливаться на ужасающих программах Тимофея Бажанова который берет в руки животных чего делать нельзя никакой лжи целуется с лисами я все жду когда первый случай когда кого-то упусят я... это кошмар любой здравомыслящий охотник и биолог, и соолог знает что если дикое животное от вас не убегайте что-то очень нехорошо и лучше убежать от него и позвонить в охотоведу что что-то произошло это ненормально здоровое животное убегает а он убегает в фильме почему он улучает? фильмы, мультфильмы, Дисней все это тоже уже известно начиная с Бэнби заканчивая прочими замечательными плюшами существами мягкие игрушки изображающие добрых птичников надо спасать тигров они же не плюши их нужно взять и груши учебник окружающий мир я покажу вам из двух картинок в концертном выступлении это вообще песня ну две страницы четвертый класс нормально но главное что в этом учебнике уже знает это в трех местах в одном абзаце формирование четкого логического мостика охота браконьерства мы вернемся к этому к сожалению сейчас тенденция такова что ведется работа по созданию закрепления в головах иллюзии без умершления животных а жителей больших городов не видят откуда берется их мясная еда она просто лежит на прилавке и нет никакой ответственности ты купил куриную грудочку ты не видел как жила эта курица люди уверены что если они не едят мясо то ничего не происходит что с животных автоматически перестанут побывать они никогда не видели как пашет трактор когда когда ты видишь пару куликов которые сначала ходят по непаханному полю пусть и по старой стерне потом исчезает на несколько дней а по полю проходит трактор с резаками а потом ты видишь эту же пару и одного куличка нет ножки что же с ним произошло а на этом поле выросла вполне вегетарианская еда этого не видели проводились насколько мне известно в Европе акции о направлении на то чтобы спасать из больших полей косуля ведь косуля прячет своего ребенка дети с родителями принимали акции участие в этой акции ходили по полю перед тем как поле будет подвергнут уборке урожая выносили этих косулят на край вкладывали да вот эти акции никто не видит этого хлеб все оборожался да достаточно не обязательно даже приводить в пример распашку то о чем я сейчас сказала важно понимать что любой продукт и вообще жизнь в городе как такового она невозможна без к сожалению умышления теплокровных живых существ диротизация каждый из вегетарианцев веганов спускается и метро капелька из тех денег которые заплатил за билет идет на диротизацию метрополитена он платит кварплату он оплачивает убийство бедным животным пожалуйста и сейчас мы посмотрим обещанное Дарья посмотрите диротизация Вот эти тексты в таком возрасте, они впечатываются в мозг. Смотрим. Большой вред животному миру дундры наносит и незаконная охота, браконьерство. Ребенок не запомнит слово «законная» и «незаконная». Он не знает в четвертом классе, что такое «законная» и «незаконная». Он запомнит слово «охота, браконьерство». Вот эту связку. Далее, следующий слайд. С давних пор люди не только распахивали степи, но и охотились на степных животных. Сейчас охота на редких животных запрещена, но этот запрет часто нарушают браконьеры. Браконьерство – еще одна экологическая проблема в этих краях. Не нужно быть продвинутым психолингвистом, чтобы понять. Охотились. Охота, браконьеры, браконьерство. Информация к размышлениям. Спасибо за внимание. А теперь вопросы. Попрошу, наверное, всех докладчиков подойти сюда. Любому из нас можно задать вопросы. Георгий Георгий Георгиевич, благодарите процессы. Я вот на момент, в который все докладчики на них не затронул тему социального подоплека всей этой системы. Это то, что с советских времен резко изменился состав охотников. Количество охотников уменьшилось в этих данных. И все эти оптические общества, которые следили за своими уводьями, коллективами, которые подкрали животных и прочее. Право охоты уж тоже в руки малого количества людей. Цена на охоту резко росла. Вот этот момент. И это одна из причин, почему появляются такие вот антиохотничьи опознания сейчас. Когда все были вручены в это дело, не было никаких разговоров о бреде охоты. Дичь была, все было. Все люди участвовали в охоте всего прекрасно. И с детства воспитывались. Я, например, с 17 лет стал охотиться. Очень много людей. А сейчас никого не стащишься. Это не потому, что они не хотят охотиться. Вот такие книги и все прочее. Вообще прессинг, когда там, и там, и там, и там закрыты и не выходят. Вот этот момент, это ни один из вас не затронул. Вы сейчас сказали о моментах о книгах. Еще один небольшой аспект. Дело в том, что природоохранные организации и даже зоорадикальные организации могут использовать готовые буклеты, просто переведя их на русский язык. К сожалению, мы сейчас утратили сегмент детской литературы, которая бы популяризировала охоту. Вот, например, на моей страничке в Facebook я разместила картинки из бурзинки. «Мальчик с ружьем», «Охотничьи рассказы», «Охотник с гонщик». Все это будет. Сейчас в России нет ни одной вот такой специальной книги, написанной для детей, которая бы рассказывала о роли Агрии. К сожалению, европейские книги, я, Татьяна Сергеевна, не упоминаю даже того несчастного, ту несчастную книжку, как она называлась? А, «Hunter in Wonderland», «Охотник в чудесной стране», вот с женского охотничьего съезда. Это вообще безобразие, это какой-то кошмар. Есть нормальные книги, в частности на немецком, на испанском языке, которые рассказывают о роли охоты совершенно нормальным, еще доходчивым языком. Например, немецкая книга издательства Нойман Нойден «Ты печень не поддержишь» рассказывает о том, как девочка первый раз идет с дедушкой на охоту, и он ей рассказывает о том, что именно они делают, почему они стреляют этого-то, эту косулю не стреляют эту, почему они не стреляют оленя и так далее. Но их нельзя напрямую перевести на русский язык. У меня на сайте в разделе «Переводы» есть перевод этой немецкой книжки, он просто текстовый, без наложения картинок. У них другие социальные реалии, у них другое немножко позиционирование охоты. И если мы эти книги переведем, они здесь не сработают. Нам нужно создавать что-то свое. А это финансирование, это издание, это продвижение. У нас это совершенно не было. Еще вопрос? Можно я еще добавить вопрос? О численности охотников. Охотников не стало меньше. По крайней мере, формально, просто по счету. Я о качестве этих охотников, о качестве подготовки не говорю. Это другой вопрос, но меньше их не стало. Единственное, что изменилось за последние 30-40 лет, это охота переехала вместе с населением из сельской местности в города. Сельское население очень сильно сократилось, значительно относительно общей стоимости жизни обеднело, и большая часть охотников переехала в города. То есть сейчас преобладающие большинство охотников, конечно, городские жители. Но меньше их не стало. О дичи, вот Владимир Анатольевич, может быть, подскажет, кто из римских классиков, у кого это было. Но это было точно у древних римлян. Дичи стало меньше, молодежь перестала слушаться старших, и дичи стало меньше. В древнем риме. Как сказал несколько лет назад один мой знакомый, дичи всегда было одинаково. То есть с точки зрения охотников выходного дня, охотничьего эльдорада никогда не было. Всегда были проблемы с поисками дичи, всегда были ошибки, неудачи. И, в общем, я бы не сказал, что радикально снизилась численность обычных охотничьих видов сейчас. Колебания есть. Это значит, понятно, что богатые дичи и угодья отступили от крупных городов. Но, в общем, нельзя сказать, чтобы дичи стало там в разы или на порядок меньше, чем это было несколько десятков лет назад. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Поскольку здесь собрались специалисты, то хотелось бы знать о вашем отношении к петельному лову, который вот был на Ефре. Давайте четко разграничим, о чем идет речь. Речь идет о сертифицированных петельных столоволок или речь идет о петлях, сделанных из простой проволоки на коленке. Если мы сейчас не разграничим эти понятия, то мы свалимся в обсуждение необсуждаемого. Потому что если это вопрос к Сергею Ивановичу, продолжение он закончит, но если речь идет о сертифицированных петельных столоволок, отношение к ним одно. Если речь идет о браконьерских петлях, которые были всегда и будут всегда, это совершенно другое отношение. Все, Сергей Иванович. Очень жаль, что авторы вот этих поправок не смогли правильно аргументировать необходимость этого изменения. необходимость разрешения вот этого частного, узкоспециального разрешения на применение петельных. Во-первых, речь идет о эффективных убивающих петлях для облова хищников, наносящих вред волков. В частности, волков. Они применяются в Северной Америке повсеместно, они эффективны, они не запрещены. И здесь сейчас, в России, ну, другого, настолько эффективного и безопасного для прочих животных орудия отлова просто нет. А почему же копытные попадают в кабарга и вон? Кабарга, кабарга и волк, это вопрос отдельный. Во-первых, кабарга это такой совершенно беззащитный маленький оленьчик. Который, у которого осталось 10%. Я только вам это сказал. Там, где живет... Я читаю, специалисты, не я же это делаю, а специалисты, пожалуйста. Там, где живет кабарга, нет волков. Потому что там, где появляются волки, там исчезает кабарга. Полностью, в ноль. Потому что кабарга для волка это вот такой маленький пирожок на ножку. Кабарга и другие. Нет, нет. И косули попадают. Кабарга особенно. Съем перешлет снег. Разрешите мне ответить, как одному из упомянутых Сергею Ивановичу людей, которые не сумелся обосновать. Мы вообще довольно высрали много бумаги, да, пригубили много деревьев этим обосновывать. Другое дело, что далеко не всегда это выходило куда-то дальше стен министерства. А если выходило, то из урода. Не сторож, не нашим братьям вышел. Немножечко о юридической стороне этого дела. Я вам еще раз сказал, что это узконаправленный инструмент для контроля численности круглых хищников, в данном случае волков. Подразумевался изначально еще и штакам, с которым сейчас кошмар творится вообще в Южной Европе России. Это не... изначально вообще не подразумевалось, что петли будут использоваться для охоты вообще. А петли будут... подразумевается, что петли будут разрешены для охоты в целях регулирования численности. Что такое охота в целях регулирования численности? Вы зря качаетесь, вы должны послушать сначала, потом будем принимать решение. Охота в целях регулирования численности. Есть четко совершенно алгоритм, как выдается разрешение. Решение не дяди, пейте, егерям по оплате и так далее. Выдается четко именное, но четко совершенно обозначено разрешение территорию с указанием методов срока действия и орудия применяемых. Более того, это разрешение подписывается главным лицом, руководителем, ну, просто, например, управления охотничьих хозяйств, субъекта федерации. То есть просто так дядя Армасия судится, это разрешение получить не сможет. По оплату, за услуги и так далее. Слишком велика ответственность лица, ему все эти мелкие шашни вокруг этих дел совершенно не нужны, мы больше потеряем в случае скандала. Да, мы все прекрасно понимаем, что в любом субъекте федерации есть некое количество людей, которые к этому руководителю ногой дверь применяют. Это реальность нашей жизни. Но уж поверьте мне, никто из этих людей не нужен ему в сто лет эти петли. Потому что лучше он возьмет разрешение с вертолета или со снегохода походить за тех же волков, чем собирать снег за шевел и лазить по пустам с петли. Законение это. Закон. Закон выпускает применение петли. Совершенно одобряем. Я еще раз повторяю. И вы что, одобряете? Он разрешает только для регулирования численности волков. Так назвать-то мы это назовем. Нет, они подходят с юристической точки зрения. Можно, конечно, все, что будет. Я поделаю. Вы видите, что кабарга может попасть за 24. Если кто-то, если вы хотите кабаргу, который будет ходить по волчьим тропам, вы понимаете, вы если положите волка рядом, лошадь будет в 5 метрах, храпеть и шарахаться, никогда кабарга по волчьим тропам ходить не будет. Никогда. Это страшно с ней такое не приснилось. Извините, но вот здесь специалист. А специалист кто, извините? Железнов Чукотский. Он доктор наук, между прочим. Он всю жизнь работал в Магаданской области, где кабарги нет. Кабарги нет, но он ее упоминает. Ладно, снимай кабаргу. Он как раз и говорит, что вот у меня есть его, переслал он свое письмо, что звери, все звери ходят по определенным тропам. Ну, вам-то это как охотникам известно. Посвоение. Нет, не то, что у волка своя, малка. Своя, у этой консервы. Нет, не то, что у волка. Вы выбрали не то, что у волка, чтобы сглазаться на Железнов Чукота. Давайте, давайте, с искусим, регулируем. Давайте, наоборот, если в базар. Чего мы не можем присутствовать. Пожалуйста. Значит, вы не будете подписываться под его обращением. Мы все поняли. Не поймите. Не поймите. Она абсолютно перенектурная. Я переслала ему сегодняшним этому, но он не явился. Если вы под ее обращение обоснули, мы его рассмотрим. Но, сначала, обоснули. Назвали то, что человек является доктором науки, лидия. И это не только вновь, который говорит, что снежный человек живет в Сухом Исмиричном и на себя приходит. Это доктор наука. Ну, при чем тут снежный человек? Ну, хорошо. Давайте я вам приведу. Это охота. Охота громадную роль сыграла в нашей человеческой истории. Ну, не вам мне говорить, что мамонты, сейчас уже наука и вторая, погибли из-за первобытных охотников. Во-вторых, 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 зеленые, как это в этой системе сдержек и противовесов, играют сейчас колоссальную роль. Особенно для цирка. Вы сейчас уже, наверное, все время слышали, что во Франции запретили этих животных в цирке. Да и у нас сейчас тоже, они еле держатся сейчас в нашей цирке. Так что это громадный мир. Кроме того, мир движется к вегетарианту тоже. Если можно, давайте сначала закончим с вопросами, а то, что вы говорите. Давайте учитать свою лекцию, будем послушать. Нет не лекции, это замечание, которое бывает зеленых, которые действительно... Если у вас есть вопрос, то, что вы мне просто выиграли вставали. А, вы за охраной пошли? Нет, там же уже не мешает. А, какие-то все. Давайте у тебя проник рампу. Вы же романский, по-моему, еще рейт. Вы остановились или вы с тобой? Давайте все, давайте все, давайте. Я внести Леононов-Товик, вам как специалистов. Как вы выпьете, который убивает. А можно я задам? Косулия, сибирь, сибирь, сибирь. Это Данилка, и вы говорите. Не железнов, Чукотки, а Данилка, и вы не будете выстроить. Вы срываете заседание, говорите собственного совета. Вы срываете заседание. Возьми ворота. Пойте, забивайте голы. Я закрою заседание, мы все уйдем отсюда. Да ради Бога. Хорошо. Я хочу сказать вам, вы оговорились или вы действительно так считаете, что природа без нас, охотников, сможет жить? Природа вообще без человека проживет прекрасно. Без человека в современных условиях. Природа без человека предположит, предположим, что исчез человек. Но если исчез человек, природа урегулирует свои взаимоотношения хищниками. Я по-другому поставила вопрос. Я поставила вопрос, что сегодня урбанизированная природа с антропогенным фактором, если из нее убрать охотника, просто охотника, только охотника, одну категорию используемых в природных ресурсах, и убрать охотника, сможет природа дальше жить? Или все равно на смену охотника кто-то должен прийти, который будет помогать регулировать охотничьих животных или ресурсов? Очень показательный пример. Они сзади подрегулируют. Они не подрегулируют. Очень показательный пример это волк. Несколько лет назад, разными изменениями правил охоты, законом об охоте, законодательно, нормативно, жестко ограничили возможность охотиться на волку. Сначала он там был особо ценным, потом в сроки, потом по разрешениям, потом еще как-то. В результате, поискать в интернете, вот сейчас включить, полно сообщений, волки бегают по населенным пунктам, едят собак, очередь за детьми и людьми вообще. Вот пример того, что мы упустили, утратили этот механизм регулирования численности волков. Природа отрегулирует все на уровне приемлемого для себя, а не для нас. Если мы хотим тут жить, то надо действовать в своем месте. Тогда получается, что заявление представителей Альфа, который говорит о том, что мы не должны вмешиваться в любую популяцию животных, включая крыс, глобов, чего там еще вмешиваемся в регуляцию клещей и так далее, то природа способна сама отсаморегулировать любую популяцию животных, потому что животные для меня это не только грунтные клейки, хищники, а это все животные, включая тех, которых мы регулируем, даже не замечая в том, что мы вмешиваемся в их популяции. Природа отрегулирует, но не в наших интересах почти наверняка. Уровень, на котором она это отрегулирует, будет какой-то другой и, возможно, абсолютно неприемлемый для человека. А так можно договориться до того, что давайте тараканов внесем в Красную книгу. Вот кто из присутствующих, когда последний раз видел тараканов? Я не придергаю, я пример. Сходи в булочную районную, увидишь. Ну и сложно. Еще задан вопрос о петлях. Есть еще один комментарий по вопросу о петлях. Я вкратце коснусь. Дело в том, что в общественном сознании создается мнение, что петля это вот что-то такое ужасное. В основном всегда говорят, что это оплов крупных хищников, обычно снежных барсов, кабарги, там тоже туда же. В общем, все крупные и красивые животные. Но специалистам-то ответам известно, что есть масса разновидностей петельного лова, которые применяются как в России, так и в разные разновидности. Мы, по крайней мере, на территории России описано большое количество петельных способов лова. Начиная с отлова пернатых птичек, заканчивая, конечно же, крупными хищниками. То есть петли бывают разные. Разные способы их применения, разными социальными группами, при разных обстоятельствах. Есть разные виды охоты. Промысловая, любительская. Само культурное наследие, даже изготовление вот этих самоловов, оно уже подлежит некоему уважению, как нечто передающееся из поколения в поколение. Мы должны уважать социальные моменты. Нет, секундочку. Дело в чем? Давайте дадим ответить, как значит, не защитный петля. Допустим, всегда рисуется петля, любая петля нам рисуется, что канадская и сертифицированная, что наша нарядчика, что французская она дрозда, что значит петля на волка, как абсолютно все негуманное. Но тогда можно задавать ряд различных вопросов. Например, чем негуманна петля на рябчика? Чем? Рябчик, попадая в петлю, моментально взлетает, тут же задергивается. Никаких мучений там не происходит. Ломают шейные позвонки? Да. Сломаны шейные позвонки, дичь висит. Попадание в эту петлю других нецелевых видов практически исключено. Если туда, допустим, в редких случаях засунет голову у кухаря, мы просто разрываем, петелька делается из жилковых волосков. В основном, традиционно. Если туда попадает белка, она ее перегрызает. Плюс, из всех способов добывания рябчика, а у нас известны способы с подхода, с манком и, соответственно, петельный промысел. Вот орнитологи знают, что петельный способ меньше всего нарушает естественную структуру популяции данных моногамных птиц. То есть остальные способы по моногамным птицам, например, способ с манком от стрела, он немножко дестабилизирует эту популяцию. Я уж не говорю просто про экспериментальные вещи, когда на один и тот же участок в виде эксперимента выбивали из года в год постоянно рябчиков на ограниченном участке, в междуречье. А при том, что петли – это не только волк, это и рябчик. У нас сейчас идет повальный запрет на петельный лов вообще. Узаконение они запретили. Нет, у нас его сначала убрали, вы называете, что у нас катастрофическое недоосвоение рябчика. То есть у нас есть великолепный запас, экологически чистой, здоровой пищей, пищей, которой мы можем кормить детей, спортсменеров, то есть есть диетическая пища. Другой вариант – как наладить ее выход. У нас рябчики недоосвоиваются, в том числе из-за того, что вам, допустим, не применяют эксперты. Есть много вариантов. Это курица. Природная курица. Ну как, рябчика на птицефалку. Перепелы, ставь, взводи, давай, рябчики на птицефалку. Кормил, рябчик. Чего же глубинка? Мы отрезаем курицу, в первую дискуссию. Я не понимаю. Насчет, вот я про то же и говорю, что показательный пример. У нас всегда рисуют некий образ, но никогда его не раскладывают на полочек. В лоб на рябчиков сразу поднимается тем, что мы его губим. Если мы прочитаем исследование, вот, допустим, ставится Путик. Ну, раз уж мы коснулись рябчика, я не могу понять, что... Ладно, я просто к тому, что не надо все сгребать, даже все в ядле под одну гребенку. Надо их посмотреть и посмотреть специально с точки зрения специалистов. При широком суждении, это пожалуйста. Буквально пару слов, я опять же добавлю. Вы бы перечислили по списку, хотя бы какие-то... Пару слов я добавлю, по-моему, спасибо. Все, понимаешь, давай. Этот запрет, который есть вот сейчас на петле, там петли запрещены вообще. Но есть, например, задача ловить зверей живыми и невредимыми. Ловушки, которыми можно ловить зверя живым и невредимым, не причиняя ему страдания, не травмируя, это, к сожалению, петли, которые выводят зверя за лавку. У нас нынешняя формулировка правильной охоты запрещает ловушки, которые... Нет, нет, нет. Если ловушка открывается петлей, она запрещена. Я хочу дополнить. Если вы у вас... Татьяна Сергеевна, выйдите, пожалуйста, сюда и в вашем небольшом замечании. Послединие сейчас сделаем, потом будет дальше уступать. Я хочу сказать, что... Докумку к петлям и к позиции Николая Константиновича Железново-Чуковского. Если мы посмотрим, против какого петельного лова сейчас идет выступление? На волков. На волков. Волк – крупный хищник. Тогда я хочу задать вам вопрос. А знаете ли вы и довел ли до вашего следения Николай Константинович Железнов-Чуковский о том, что все тигры, которые обездвиживались, все леопарды, которые обездвиживались и в случае с конфликтным тигром, отлавливаются, обездвиживаются, перевозятся, лечатся и выпускаются в дикую природу, ловятся с помощью петли Олдриджа. Любого какого-либо другого способа отловить крупного хищника и перевести его в природе не существует. Если мы говорим о том, что мы отлавливаем тигра-людоеда или мы его уничтожаем, то тогда мы должны выяснить, кто нам, вот нашему человеческому сообществу, более ценит. Если да, мы считаем, что пусть эта кабарда, вся популяция помрет от волка, вперед и с песнями. Я не против, но она помрет от волка. И тогда Железнов-Чуковский, который нам запретил ловить или изымать волка из природы, будет отвечать за это. В Швеции его вообще завозят, насколько я понимаю. Кого? Уже не завозят. Ну, раньше. Уже не завозят. Вот я стою перед вами. Да. В 2012 году я встречалась с представителем Евросоюза по поводу эмиграции наших волков из Карелии в Финляндию и дали в Швецию. Хорошо. У меня есть еще другой аргумент. У нас сегодня достоверно установлено, подсчитано Минсельхоза, не говоря уже про охотничье хозяйство, что волки нанесли нам урон на 12 миллиардов рублей. Ну, это мы надеемся. На 16 миллиардов рублей. Хорошо. В Финлянди, в Швеции, везде государства компенсируют фермерам или сельскохозяйственным производствам, особенно по Алине, по Северному. Их ущерб от волка. Ну, давайте у нас так будет государство. Давайте вы направите свои усилия к министру финансов и скажете, давайте мы будем компенсировать, тогда мы не будем ловить волка. Давайте. Я за. Зачем вообще ловить? Вы сказали, ловить и куда ты? Так, давайте. Так, давайте. У кого еще есть вопросы по теме заседания? Не надо скатываться в глаза. У кого есть вопросы по теме заседания? Татьяна Сергеевна, вы еще хотели сказать небольшое… Пожалуйста. Вы знаете, я хотел бы такой выяснить вопрос. Вообще-то, наверное, нельзя запрещать того, что непосредственно не приносит бреда. Дело в том, что в свое время было запрещено в общий гроб чижей на птичий рынок и… Да. Вот. Это… И закрыли вообще-то птичий рынок, его перенесли… Вот это все приносит к тому, что всего сейчас где-то на рынке, уже на другом перенесенном, осталось примерно 10-12 людей, которые торгуют дикими птицами. А… А это… Знаете, почему я? Я с детских сорок пятого года ходил на птичий рынок и знаю, сколько людей ходило, и сколько маленьких школьников, которые покупали птичь, но они умирали, у них чувства, но они в конце концов понимали, что такое жизнь и что такое природа. И вы знаете, сколько потенциально людей, которые не сталкивались с живыми вещами, превращается в убийц. Это милые дети, можно его любить. А вот он в свое время не получил контакта с такими… С нарядами? Да. И он превращается в убийцей. Ну, надо же съехать. Вот. Еще второй вопрос. Вот вы хорошо сказали, что человек не охотился на маму. А, ну знаете, мы просто кладбище. Молодец. Молодец. Но дело в том, что вообще-то человек распространился и живет, и за его мир благодаря охоте только когда он не стал. Потому что наши родственники, гориру, они живут там, боятся родились. Только благодаря охоте вы у вас здесь присутствие и сидите. И это очень нехорошая вещь, когда человек обрагает прошлое и сыновец против них нет. Ну, как хорошо. Спасибо. Вот есть. Сейчас давайте мы дадим Татьяну Сергеевну выступить. А, давай я… Прости, я думаю, ты уже закончил. Нет. Так я тут как-то внезапно меня сюда. Я хочу сказать, что, конечно, я особо не готовилась. Доклада у меня никакого нет. Но, наверное, я скажу вот о чем. Проблема наша охотничья заключается в том, что вот эти вот настроения антиохотников или людей, которые не понимают и не признают, для чего человек идет в лес охотиться, она как раз свидетельствует о настолько глубокой пропасти, которая у нас все больше и больше появляется между охотниками, живущими на земле, в сельской местности, в Сибири, на Урале, на севере европейской части, на Дальнем Востоке, для которых охота – это отдушина, когда он может пойти в лес, посостязаться со зверем и получить какой-то эмоциональный заряд и, самое главное, заряд пищи принести домой. То есть его предназначение охотника на большей части Российской Федерации, оно не изменилось. И поэтому, когда мы говорим об антиохотничьем движении, и даже, скорее всего, даже это не антиохотничье движение, я бы его так не стала называть, это движение против всего. Я вот тут вначале рассказала комментарии одного из темно-зеленых антиохотников, я его не назову, но человека, которому противно все. Потому что, когда идет комментарий под информацией о том, что тигренку с ранениями, изъятом из дикой природы, с помощью петельного отлова, провели операцию, и его фактически дали надежду на жизнь и реабилитацию, выпуск в дикую природу, комментарий звучит таким образом. Что вы делаете? Ведь он вырастет, вы его выпустите, а он будет терзать и рвать на мясо олененка на глазах у своей мамы. Вот мне кажется, этот комментарий говорит как раз о том, почему у нас появляются люди, которые живут в больших городах, которые абсолютно не понимают, что такое природа, не понимают, что такое выживание на природе. Но с другой стороны, может быть, скажу Крамову, может быть, скажу Крамову, но я это говорила и на Совете Безопасности, о том, что вот эти все лозунги, вот эти все призывы гипотетического ущерба от охотников и нанесения какого-то ущерба природы позволяют в нашем советском и российском обществе выращивать рафинированных людей, которые не понимают и не признают ни отношения с природой и которые представляют еще большую, будут представлять еще большую опасность, потому что если что-то, не дай бог, произойдет, то в природе мы их не увидим. Они будут все так же сидеть за компьютерами и все так же будут играть в свои стрелялки за компьютерами. Поэтому говорить о том и брать, выдергивать из контекста только один какой-то там гипотетический, как уважаемые или совсем уважаемые специалистами товарищи доктора наук считают возможным говорить, то мы никогда не услышим друг друга, потому что для нас, как для людей, которые связаны с охотой и посвятили ей всю жизнь, охота – это часть той большой картины под названием природа, а для вас охота – это даже не часть картины, и природа для вас – это не картина, а природа – это просто или соблуждение добровольное, я предполагаю, или для некоторых хорошо проплаченные акции. То есть мы говорим на разных языках и очень трудно услышать. Хорошо, у меня такой вот вопрос к вам. А если наш охотник купит в Америке, в Канаде, выпускаемые там петельные самолобы, и привезет к нам и поставит у нас, это будет нарушение? Конечно. Чего? Конечно. А почему в Америке не борется с этим? Ну откуда я знаю, почему бы они борются с этим? Если он там два года жил в Америке, почему он там, куда-то не относится? Звери-то одинаковые. На Западе вообще звери по улицам ходят, это все знают. А это уже порнография, когда звери по улицам ходят. Каждый должен жить в своем доме. И тот же Познер недавно вот. Ну молодец. За стороны парни здесь и в подарок. У нас и нету зверей в городах. Нет, нет. Парни уже выиграли. Альчей, а вы у нас тут говорите. И не будут они в стрелялке играть. Давайте не будем играть. Я хочу по вопросу начаться к сегодняшнему. Уже практически каждый из докладчиков прозвучало. Это то, насколько сложна коммуникация между двумя вот этими лагерями. Я не хочу сказать по разной стороны баррикадж. Это, наверное, неправильно. Это только в отношении каких-то радикалов. А коммуникация – это в первую очередь уже, Зайна Токнатива Прайна сказала, что очень сложна коммуникация с обществом, с основной частью общества, которая абсолютно нейтрально относится и к охоте, и к зеленым пивам, но которая в итоге будет решать дальнейшую судьбу и природоохранных движений, и отношения к ним, и к охоте. Вся беда в том, что охотники и примыкающие к ним нормальные пивы, у которых экологично взгляд на жизнь, зеленый, они пытаются говорить с обществом на языке, если не научном, то на языке образованного сообщества, на языке логики, основанной на научных факторах. А темно-зеленые, я их для себя так называю, они говорят на языке эмоций, которые для понимания не требуют знаний. Они ориентированы вот на этот вот... Убийца живое, что ли? Какой тут темно? Я же вас не переживаю, правда? Ну, сделайте за усилие, ведите себя в речку. Вот, ну, понимаете, и... Вся беда в том, что, вот, действительно, то, что говорят они, то, что говорят, вот, кстати, вот зря Айфа причислил, причислил к каким-то нормальным людям. Вот я очень хорошо знаю всех, что это. Нет, они говорят именно, побуждая эмоции, причем далеко не самые здоровые. Причем и вот этот язык, разговорный язык эмоций иногда бывает, ну, если не на грани пола, иногда и за грани пола. Вот когда шла вот эта памятная нам всем компания против добычи белька, которая никакого не наносит ущерба популяции гриманского теления, в школах Архангельской области и Карелии вот шла акция проплачена, а ученикам 3-го, 4-го класса на уроках рисования давали задание нарисовать картинку, как злой дядя поможет, убивая от них. То есть это уже вот как пахнет таким хорошим социальным демоксом. Можно я, пожалуйста, в рекламе только скажу. Мы очень благодарны, что вы пришли заинтересовать, вы понимаете, в одном человеке, в его отношении, как в пробирке, конечно, можно, болтать, это целый год для цвета. Вот когда я просто раз здесь выступал, здесь на вашем месте съел человек, который больше около часа, ну, не около часа, но где-то с полчаса говорил про то, что те, кто устраивают приюты для собак, это чудовище, которое на самом деле нарушает законы все такое. Вот тут присутствует много человек, и несколько человек отсюда, не знаю, приехали институт на поздно, мы ехали в судьбу за пользу. Мы со всем удовольствием готовы бы ответить на ваши вопросы, но мы не можем лично вам, лично вам, вас и слушать с полтора часа. Никак не можем. Кроме вас, здесь еще человек 20, все вы придете задать вопросы. Да, потому что время идет, а все больше на вас. Я могу сказать, что для того, чтобы о чем-то говорить, хоть чуконском, хоть кому угодно, хоть встретить охотников, то, что охотники берегли мамонта, это я слышу уже много лет. Я признал на ум, нет. Я признал на ум. Я признал на ум. Я признал на ум. Затем, дорогим, скажу, что мамонты... Посмотрите, пожалуйста. Не будем понимать. Я только скажу, чтобы было понятно. Мамонты жили в тундра степи. В тундра степи. Они были бахнатые, как медведи, с такой шерстью. Они бы сейчас, например, просто упали в обморок от жены. Они же жили в тундра степи. В тундра степи, после потепления климата, которое было около 5000 лет назад, осталось несколько сотен квадратных километров в Якутии. Вот мамонты жили на уровне Якутии. Понимаете? То есть, которые жили здесь, то есть здесь было холодно. Вы же знаете, что такое гондвана, как менялись, материки, как они сходились, расходились. На самом деле, когда говорят, что природа, это нечто такое, знаете, очеловечное, на самом деле природе абсолютно все равно. Стоит остров цветущий, все прыгает, скачет, все такое. Вулкан взорвался раз 300 лет, остров пустой. В природе абсолютно все равно. То есть природа, я говорю, это не на природу божествовать. В природе все равно на самом деле. И если... Не хотите на природу вещать охотники? А я так надеялась, что... Вот я с удовольствием... Останется после этих часов, я с вами поговорю. Я вам могу сказать... Бесполезно. Я прошу вас больше не вмешиваться в дискуссии, потому что если я приехал рассказывать про охотников и зеленых, они отвечают на вопросы одного человека. Какая у вас дискуссия, когда у вас нету второго? Хорошо. Поэтому я пришла взять на себя. Ну вот вы считаете, что вы говорите. Давайте если... Мы, например, не хотели бы спросить, а стесняться. То нет, а не приедет. Если вы по-воту есть конструктивные какие-то соображения, то прошу... Давайте закрывать. Или мы... Вы знаете, у меня есть просто положение, раз вы сейчас все успокоились. Проблема наша на современном этапе вот и принятие новой редакции правил охоты, скажем, новой редакции, которая больше настроена на защиту животного мира, чем на ее эксплуатационные характеристики. Она, к сожалению... Проблема-то в том, что охотников не слышат люди, принимающие решения. А в силе того, что правильно Алексей подметил, что эмоциональная сторона противоположной стороны более криклива, более говорлива, более финансово обеспечена, то они, к сожалению, слышат в первую очередь его. И им проще понимать, что охотник это организованный человек, отвечающий за свои действия, иначе бы он не стал охотником, чем люди, которые не отвечают ни за что, а при принятии решения отвечают обреченной властью человек. Вот это наша общая проблема. И проблема не в том, что они бы где-то там пошумели, разошлись, а проблема именно в том, что слышат до сегодня их, и абсолютно не слышат специалистов, и не слышат людей, которые занимают, что, как и зачем. У меня есть два сообщения организационного плана. Во-первых, следующее заседание наше состоится 16 февраля. И второе сообщение, но оно требует вашего, так сказать, мнения. Дело в том, что по инициативе администрации домов ученых должно не проводить наше заседание в мае. Почему? Потому что, ну и собрать нас всех тяжело в мае, и уже тут они готовятся. И самое главное, что в мае конференция в Кирове. В мае конференция в Кирове, где дом не будет. То есть, вот так. Да мы из года в год в мае все время пролетаем. Три человека придет, остальные или готовятся к охоте, либо уехали уже, либо еще не приехали. Ну да. Сколько лет, хреново, моргам отравили. Если у кого-то, что я понимаю, мне кажется, с правильностью. у нас запретил трофей на округе Василии, чтобы вам известно, что у нас падение по трофейщикам подкова разы. Спасибо вам всем. Спасибо за то, что вы будете с нами разорвать. Где у нас?